всем привет приветствую всех в эфире диндекса сегодня я бы хотела рассказать про кейс который мы сделали в рамках ламода вы наверняка про него слышали или может быть встречали где-нибудь соцсети который называется ладома хотелось бы сказать рассказать немножко про этот кейс и вообще погрузить погрузить наверно вас контекстный маркетинг и в те тренды которые сейчас очень актуальны для того контекста который с нами не по нашей воле к сожалению или к радости случился вот соответственно хочу хочу рассказать про несколько слов сначала хочу сказать про ламоду вы наверняка знаете про нашу площадку для тех кто не знает эта платформа для покупок онлайн одежды лайфстайл аксессуаров home декора ну и в текущих условиях кризиса мы запустили отдельную секцию которая называется ладома и которая полностью обслуживает все ваши интересы которые находятся внутри внутри вашего дома внутри вашего жилища у нас довольно большая платформа на нас каждый месяц заходят до 17 18 миллионов человек это 6 миллионов товарных позиций это практически 4000 брендов то есть это очень очень большая площадка и комовская которая оперирует именно в лайфстайл в лайфстайл решениях решениях для дома и специализируется на продаж продажи одежды красоты аксессуаров всего того что люди на себя люди на себя одевают вот что касается в целом следующий слайд что касается привлечения аудитории в кризисный период очень важно понимать что в кризисной ситуации поведение человека очень сильно меняется понятно что каждый из нас адаптируется по-своему к тем условиям в которые мы были опять же поставлены не по нашей воле и так или иначе сейчас ограничения довольно серьезные вы все знаете мы все сидим дома ровно под эту потребность и под это контекстное изменение изменения среды мы полностью перепрофилировали практически наш наш бренд мы естественно понимаем что поводов для того чтобы выйти про где-то пройтись сходить на вечеринку их стало крайне мало и не осталось совсем но тем не менее а наш бизнес он вполне приспособлен для той среды в которой мы сейчас все оперируем у нас своя большая курьерская доставка у нас те самые высокие защитные меры по борьбе с коронавирусом уже имплементированы на складе или нам на пвз или на складских помещениях соответственно мы понимаем что в данный конкретный момент мы очень даже можем быть полезны людям понимая что возможностей возможностей понимая что возможностей провести время с пользой или или как-то разнообразить свою жизнь стала в разы меньше чем было чем было до этого отсюда собственно и появилась наша наша идея а затем и саб-бренд ламоды ладома который мы запустили буквально после первого президентского выступления тайминг здесь тоже был очень актуальный что касается самого проекта это уже следующий слайд под названием ладома мы решили сделать мы решили не просто поиграть с логотипом для нас это была довольно масштабная есть масштабная акция и масштабная промо которая включает в себя контентную составляющую например отдельные лендинги с отдельные лендинги лендинги с подробным описанием того какие меры мы предпринимаем по борьбе по борьбе внутри внутри организации с коронавирусом и с тем чтобы оградить людей и нашу продукцию наших клиентов от распространения от распространения вируса это также подробное объяснение как работает наша бесконтактная доставка которая в этот период является супер надежным инструментом для того чтобы получить те товары которые вам необходимы не выходя из дома и оставаясь при этом в полной безопасности это этот тот контент который вам может понадобиться когда вы остаетесь в изоляции на довольно долгий период и у вас высвобождается время посмотреть либо что-то новое либо разобраться в том что у вас уже уже накоплено например разобрать свой гардероб и и понять как 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 его лучше как его лучше пересобрать никто уникальное время пока она у вас пока она она у вас и у нас есть и пока мы все все-таки находимся в домашних условиях и находимся в такой в такой изоляции пока идет теперь следующий слайд пока идет пока идет время и компания также идет на слайде написано что у нас 28 миллионов охвата так вот у нас уже 45 миллионов охвата этой компании большая половина из них конечно же приходит из социальных сетей потому что это очень социальная активность которая как раз рассчитана на то чтобы помочь людям в данный конкретный период и рассказать что как я уже сказала что они могут делать и как они как они могут проводить свободное время и и у нас и у нас уже больше десяти миллионов контактов на самой на самой платформе сейчас уже даже у меня не больше 10 а больше 15 больше 15 миллионов контактов опять же компания развивается и и живет живет в сети на слайдах написано все еще все еще 10 миллион нам немножко расскажу про саму не только механику но и как как мы к ней к этой компании пришли вы знаете что как я уже говорила данная промо компания она гораздо шире чем чем лендинг или или даже чем тот контент который на нем представлен понимая всю остроту ситуации и всю необходимость реагировать довольно быстро мы поняли что мы можем доставлять не только категории которые которые мы доставляем обычно с нашей платформы то есть я уже говорила одежду аксессуары предметы красоты уход за собой но и расширить линейку категории которые мы можем сейчас доставлять тем самым в одном заказе доставляя все что нужно для вашего дома мы сильно расширили линейку хоум сейчас мы доставляем довольно много продуктов связанных с обустройством дома вы даже видели что на нашем сайте появилась появились товары товары потребительского спроса категории еды и мы запустили сухие сухие продукты которые мы тоже можем безболезненно и безопасно доставлять всеми любимая гречка в этот период макароны изделия и так далее это было сделано тоже специально как краткосрочная мера на данный период опять же потому что курьерская доставка это единственное что осталось работать в данный в данный период времени и мы понимаем всю ответственность которая лежит на нас в том числе как на компании которая осталась оперировать в данный период поэтому мы поддержали инициативу инициативу многих иком компании тоже стали доставлять доставлять часть еды и запасов если вы в любом случае заказываете что-то на лам моде не знаю кроссовки для занятия спортом или что-то для дома обновляете обновляете шторы и свое пространство то мы вы можете сделать запас нз каких-то не портящихся и и и и долгосрочных продуктов с большим сроком годности опять же для нас это важно потому что мы считаем что забота о клиенте она выходит за рамки бизнеса которым мы занимаемся но в такое время ответственно обязательно нужно делать такие вещи которые помогают клиенту как как вы понимаете новости на этих товарах мы не пытаемся заработать это ровно услуга для того чтобы человек чувствовал себя комфортно даже будучи в тех условиях сложных которых мы все сейчас оказались соответственно продолжая дальше и можно переходить к следующему слайду виртуальная примерочная что важно сказать мы давно поскольку мы полностью интернет игрок диджитал игрок мы давно занимаемся развитием тех технологий которые могут приблизить реальность к человеку что это значит это значит что мы давно занимаемся теми технологиями которые так или иначе приближают реальность экрана телефона к реальному опыту человека жизни что я имею ввиду это те технологии которые вам позволяют очень просто и четко выбирать с мобильного экрана все эти товары которые вам необходимы и подбирать себе удаленно правильно размеры правильную правильную посадку одежды и обуви по вашей фигуре или вашей ступне и так далее то есть то что то что делают на самом деле офлайн магазины когда у вас есть способы и понятные понятные привычные модели примерить ту или иную модель обуви на территории на территории магазина здесь немножко другая другая история и мы соответственно стараемся сделать этот выбор максимально богатым и безболезненным для человека в телефоне поэтому очень много экспериментируем с такими технологиями в прошлом году мы запустили виртуальную примерочную что это значит это значит что при помощи яр технологий которые довольно редкие на нашем рынке с одним из одним из белорусских стартапов вона бай довольно талантливых ребят мы запустили виртуальную примерочную когда не выходя из дома ты можешь представить как будет обувь выглядеть на ноге примерив это в виртуальном в нашей виртуальной примерочной мы делали большую ставку продолжаем делать большую ставку на данную на данный продукт или там на данную продуктовую фичу с точки зрения юзабилити мы считаем что это действительно может повысить конверсию и те первые конверсию в покупку естественно и те первые признаки которые мы видим сейчас уже мы видим что у нас повысилась повысились метрики точки зрения добавления в корзину в корзину товаров которые находятся в виртуальной примерочной а также мы видим что это действительно помогает людям сделать правильный заказ видимо рост рост тенденции в конверсии в заказах сейчас до сих пор идут эксперименты мы собираем данные потому что естественно это нужно смотреть реальный эффект нужно смотреть на большом количестве данных вот но первые признаки очень очень положительные и сейчас без без специальной поддержки или промо этой фичей пользуются порядка 100 120 тысяч человек в месяц что достаточно много для для еще не основного сценария в продукте если говорить про стратегии удержания пользователей это следующий слайд и следующая тема для обсуждения то продолжая тему с примерочной я могу сказать что у нас есть ряд продуктовых инноваций которые мы называем inspiration и discovery внутри то есть это те те продуктовые те продуктовые инновации которые помогают вам и нам по-другому исследовать исследовать продукты лучше находить те вещи которые вам подходят или даже мотивировать вас и вдохновлять на какие-то новые образы и какие какое-то изменение в одежде я сейчас говорю про такие вещи например как поиск по фотографии когда вы легко можете навести свою камеру из через приложение ламода навести свою камеру на какой-то лук который вы увидели на своей подруге или на блогере например ну если вы с блогерами не так часто общаетесь то наверняка вы смотрите их инстаграм и соответственно можно этот лук просто запринтскринить и загрузить в приложение и мы несомненно найдем вам похожие похожие луки и порекомендуем какие товары подходят для этого образа и поль по любой поль по совершенно любой цене из большого каталога ламода в котором собраны основные бренды одежды которые у всех на слуху и вы все знаете плюс это еще длинный хвост брендов более узкопрофильных или узконаправленных или дизайнерских которые мы также имеем своем каталоге то есть рекомендательный рейндж может быть довольно широким дальше соответственно если говорить про немножко про этот кейс то про поиск по фото получается что у нас основной сценарий использования почти 90 процентов это конечно что тоже интересно это конечно не фотографии живых людей это как раз принтскрины из интернета и социальных сетей понравившихся образов которые транслируют лидеры мнений блогеры звезды инстаграма или просто просто медийные персоны соответственно люди действительно пользуются этой фичей опять же собирая тот лук который им нравится загружая его на ламоду и получая рекомендации по товару которые которые ты можешь здесь сейчас приобрести в зависимости от того размера кошелька которые которые у тебя есть данный конкретный момент вторая большая история которая также работает на удержание удержание пользователей и дает возможность сблизить реальность реальность и экран телефона это наш наш блог который мы очень активно развиваем вот уже полтора года опять же это тот тот блог где указаны все самые актуальные модели и все самые актуальные тренды в моде на данный момент также он состоит из очень практических советов потому как как нужно лучше одеваться как нужно лучше как как лучше как лучше подготовиться к тому или иному поводу например выпускному соответственно это такой набор практических советов и каких-то очень очень мотивирующих на изменение своего образа историй или также советов еще еще один блок который связан с опять же удержанием удержанием клиентов и разнообразием и который связан с удержанием клиентов это нашла мод tv это наша контент часть нашей контентной стратегии когда мы людям в прямом эфире даем возможность пообщаться с очень известными блогерами пообщаться со стилистами поговорить на темы моды и лайфстайла в целом у нас довольно популярные блогеры приходят на нашу передачу я бы даже сказала самые популярные которых вы знаете на на российском на российском рынке на российском медиа рынке это ида галич например у нас в программе была кристина асмус соответственно ламода на ламода тв тоже очень успешный проект за прошлый год у нас было шесть выпусков таких онлайн трансляций который посмотрела больше шести миллионов больше десяти простите миллионов человек за весь год то есть это довольно довольно популярная вещь что очень интересно что люди очень активно комментируют комментируют в прямом эфире и вовлекаются в диалог то есть это еще такой то что я называю диалоговый маркетинг когда у человека либо покупателя ламоды либо у человека просто пришедшего на данную страницу во вконтакте потому что мы делаем это вместе ведем эту трансляцию вместе с вконтакте может появиться возможность либо сказать фидбэк либо что-то уточнить либо спросите либо спросить совета у наших стилистов которые работают в экране вместе с блогерами то есть это очень активный формат формат коммуникации который не только удерживают аудиторию содержательный контент но и вовлекает вовлекает в диалог с компанией и помогает собрать тот фидбэк который нам очень необходим чтобы становиться лучше каждый раз для наших клиентов вот про продуктовую стратегию inspiration и discovery в целом я уже сказала она для нас очень важная даже в период кризиса потому что как вы знаете потребление контента очень сильно возросло соответственно начав это делать гораздо раньше чем многие на рынке мы ровно попали попали подготовленными в данный период данный период коронавируса когда мы все вынуждены сидеть дом еще скажу про одну вещь который тоже относится к стратегии inspiration и discovery это наши персонализированные подборки и работа с большими данными наверняка сидя рядом с например с вашим соседом сейчас это сложнее сделать но тем не менее с членами вашей семьи если вы откроете ла моду на двух телефонах на двух разных телефонах двух разных устройствах двух разных людей вы увидите довольно разные ла моды в приложении это связано с тем что мы стараемся делать по сути one to one shop персонализированное решение для каждого человека для каждого клиента который заходит в наше мобильное приложение это означает что тот 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 те подборки те материалы даже те баннеры которые вы видите у себя вы скорее всего у соседа увидите совершенно другие подборки это все это можно делать только благодаря технологиям и машинному обучению которое у нас очень сильно развита понятно что на 6 миллионах товаров практически невозможно сделать никакие мануальные подборки все это делает машинка и я и технологии которые позволяют персонализировать приложение специально под вас если говорить двигаться дальше и переходить на следующий слайд анализ больших данных я как раз плавно перехожу к теме которую затронула чуть чуть выше то как мы анализируем данные и что потом делаем с этой информацией соответственно анализ данных для нас очень очень важная и большая тема вы знаете что многие компании которые работают в коме пользуются естественно технологиями а и технологиями машинного обучения которые позволяют работать с большими пластами данных у стич фикса например компания которая занимается подборками одежды для вас на рынках америки у нее например в штате работает 100 человек которые именно data science инженеров которые постоянно работают над алгоритмами чтобы лучше рекомендовать чтобы все время улучшать персонализированный персонализированный блок рекомендаций для каждого человека в волмарте сейчас работает порядка тысячи человек которые на регулярной основе анализируют предпочтение человек мы близимся мы скорее естественно приближаемся к масштабу к масштабу стич фикс у нас тоже есть свой довольно большой отдел data science инженеров которые работают над тем чтобы правильно сложить все данные о покупателях которые у нас есть я сейчас говорю как о внутренних данных которые мы собираем с помощью нашей покупки с помощью с помощью наших покупателей когда человек смотрит что-то на сайте или оставляет покупки или совершает покупки или оставляет отзывы и также мы используем то что называется set party data или данные третьих сторон мы покупаем данные на рынке разного рода которые естественно продаются официально и в официальных источниках используем данные соц сетей делаем много очень своих ресерчев исследований делаем очень много фокус-групп все это сгружается в одно место и соответственно используется для того чтобы персонализировать ту или иную страницу ламоды или каталог под разных людей и под разные вкусы и предпочтения и предпочтения потребителей вот двигаясь двигаясь дальше соответственно важно еще сказать что мы собираем данные не только в плане активных действий человека по отношению к покупке но и в целом мы считаем что отношение к одежде во многом определяется тем лайфстайлом образом жизни который ведет человек соответственно мы собираем данные также про какие-то поведенческие характеристики про интересы естественно соцдем это большой объем данных связанные с человеком и с его совершенно разными сферами жизни опять же переходя переходя дальше где мы это используем естественно это я вам уже рассказала про персонализированный рекомендательный фит который видит каждый 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 человек это первое второе это естественно это естественно каталог который тоже работает на движках персонализации которые работают на алгоритмах больших данных это те или иные это те или иные анализы поведение поведения аудитории с точки зрения лояльности или не лояльности к нашему продукту мы понимаем что некоторые кастомеры некоторые клиенты они с нами давно и и мы как знаем их поведение люди которые и знаем что им нужно и знаем какие у них интересы и можем что-то подсказать или например дать без бесплатные дать бесплатные тарифы по доставке есть люди которых мы не знаем и здесь нам помогает и предсказать предсказать их желание как раз опять система больших данных и алгоритмов последнее что хочется сказать и про что хочется рассказать это про тренды которые есть на данный момент в в коме и которые 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 наверное в коме уже присутствует некоторое время но сейчас они стали активно подсвечиваться опять же в связи с той ситуации которая у нас сложилась на рынке в связи с кризисной ситуации в связи с тем что мы все с вами сидим дома и как так это тренды которые 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 до усилились в последнее время естественно это активные активное развитие онлайн и продаж через онлайн но для нас конкретно для ла моды здесь нет ничего нового мы оперируем в онлайне соответственно это тот сценарий который является нашим основным мы видим что многие категории которые раньше не росли не росли в онлайне они сейчас получили экстремальный рост это все тот же home это продажи игрушек там рост примерно идет по категории под сто процентов сейчас даже больше потому что каждый день ситуация меняется мы находимся в очень динамичном периоде сейчас конечно второй тренд это забота о покупателях и вообще о людях мне кажется в этот момент мы все поняли какие люди хрупкие существа и как важно заботиться друг о друге не только на уровне друзей и семьи но и более широкого круга людей и вообще комьюнити вокруг тебя и даже на уровне страны мне на самом деле очень радостно что бизнесы тоже стали это понимать и проявлять таким образом заботу о своих клиентах и делать что-то дополнительное в этот довольно сложный в этот довольно сложный период и у нас есть свои примеры когда мы с фондом друзья делали активацию тоже в рамках ладома и просили всех оставаться дома и поддерживали часть фондов которых очень нужна сейчас часть благотворительных фондов которым очень сейчас нужно поддержка и помощь особенно многие бренды это делали на рынке и вы тоже прекрасно знаете примеры которые сейчас на слуху я не буду вдаваться в детали здесь третий тренд это улучшение в принципе пользовательского опыта вашим продуктом или вашей услугой или вашим бизнесом тот кто был в офлайне не резко стали переключаться в онлайн понимая что люди будут сидеть дома и нужно находить другие другие бизнесы и другие способы доставки тех товаров которые 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 людям сейчас необходимы или тех услуг домой мы в свою очередь очень сильно развиваем все что связано сразу с размерами потому что ты сейчас не можешь пойти пойти ты сейчас не можешь и пойти в оффлайн и примерить что-то поэтому мы очень активно развиваем те те продукты которые позволяют вам предсказывать удобным образом подойдет вам этот товар или не или нет это работа с размерными сетками конечно у нас остается от район и бесконтактная доставка то есть примерка до покупки но тем не менее мы еще запускаем ряд инновационных инновационных продуктов которые в именно в приложении которые позволяют вам с наибольшей точностью определить определить тот или иной размер одежды и конечно это экспериментирование с креативом сейчас много шуток в интернете что похоже простые люди гораздо более креативные чем самые креативные агентства и пора давать конские львы или какие-то какие-то специальные призы уже за отдельный креатив людей мне кажется кризис это всегда такое время возможности когда ты можешь на свой бизнес на то что делаешь ты посмотреть по-другому на то как ты коммуницируешь с покупателем и и придумать какие-то новые способы не только бизнеса но и коммуникации в том числе я все-таки считаю что кризис это очень богатое время возможностей которые у нас у всех есть что я вам хочу пожелать в конце правда оставаться дома это очень важно сейчас и мы видим это на примере других стран в том числе и конечно воспринимать кризис как время возможностей спасибо большое